Абе уникнути немецкого раю. Давали 8 пудов сала для того, чтобы как избавиться от Германии. А у меня и 8 грамм никогда не было, никогда не было, понимаете? Я должна выпить полстакана заваренной махорки. Да, это ужас. И выкурить перед самым входом, туда выкурить сигарету из чая, из заварки чая. Я, значит, у меня пульс был 240. Я не знаю, как я там вообще стояла, как я этот сапог снимала. Это было что-то страшное, конечно. Но меня сразу поставили этот штамп ферботтен, и все. И все, и я ушла. 15 или 16 марта меня забрали в Германию. Почему? В Облаве. Я пошла на базар, на этот самый, на житний рынок. Там это самое, забрали всех. Здравствуй, Германия! На станции наших рабочих встречают представители фабрик и заворов. Ну, и не знаю, почему хозяйка выбрала меня. Привели меня домой, накормили, отвели меня в комнатушку. Я, правда, спала в одной комнате с ее сестрой. Ну, и работа моя заключалась в том, что убирать комнаты, посуду мыть. Причем это такой, как бы сказать, дачный городок был. И на лето там всегда приезжали дачники. И саповали, и копали, и все. Ну, таки же не так, как у кого спил, я же вручную, а там же машины. И копают, а мы сбираем. Ну, все, таке робили. Жить-то, жне, кидая снопки маленькими, а мы кучками поставим. И все, и возили, и сено, и все чисто такое робили. Нас хвалили. За 100 километров нам можно ездить было. Какие изумительные заводы-гиганты. Это наш завод. Здесь будем работать и повышать свою квалификацию. Я три дня порабил, бежал. Меня поймали. Поймали, дали добрый, опять на заводе оставили. Опять шесть дней я порабил, и три человека нас тоже бежали. И поймали уже аж под Варшавой. Мы сели в вагон, и вагон был написан на Днепропетровске. А там провиант такой был, конфеты, шоколад, шампаны. Мы как понажирались голодные, и уже ехали двое суток, пить хотелось. Я открыл окно, вот этот люк в товарном вагоне, только вызывал, а тут будка железнодорожная. И останавливается под Варшавой. Гам, гам, собаки, открываются двери сюда, туда, открывается бы тут. Ничего, дорогие ребята, не печальтесь. Помните, что тяжелое уже позади. Большевизма нет. У меня порабков не было никогда. Сказал один, какой поехал, такой и приехал. Порабков-то хватало бы, чему? Так я такой не занималась. В мужском бараке свободное время проводят по-разному. Кто читает, кто рисует, а кто изучает немецкий язык. Так один трохий был, якийсь француз. Ну, так якийсь, не знаю. Пришел до нас в село, я говорю, ты сахару принес, мне не дает. Я не взяла, и втекла, не хочу. Одна там девка, а думай, а мне не дать. А мне дала, такая дурная, что не берешь. Я не брала ни с кого ничего. Я и дома не брала ни с кого ничего, малой была. Я такая была, можно сказать, дурная, да, если ты, то пержалку. Пришли гости, там они собрались в Новый год встречать там несколько пар. И, в общем, она меня позвала к столу. Сесть вместе с ним встречать Новый год. Вот. Ну, и я потом, ну, конечно, я там подносила, и все. И она с кухни носила там все. А одна там дама высказалась, говорит, как это ты могла эту русскую свинью посадить с нами за один стол? Она на нее посмотрела, а все-таки это была подчиненная. Ее муж был подчиненный у этого, моего хозяина. Она говорит, знаешь, мы, говорит, этой русской свиньи доверяем, говорит, воспитанию наших детей. Говорит, так что она, говорит, член нашей семьи. Она ее сразу так обрезала, и все. Она работает на ферме в семье немецкого крестьянина. Нетрудна привычная полевая работа. А забота о маленьком Отто, сыне крестьяна, доставляет Галине только радость. Хозяин спросил меня, как-то, что, говорит, Инна, твой отец член партии. Я говорю, нет. А я, говорит, вот, ношу. Говорит, ну, что ж, придется, пришлось, говорит. Это зависит от семьи, в которую попадешь. Мне, например, вот, в Брюминце, так все наши девчонки русские завидывали, потому что хозяинка мне давала раз в месяц полный выходной. А мне хозяин даже Москву уловил. Ну, было так. Он как-то приемник там что-то ловил, что-то какое-то. Саня потом позвал меня, Инна, Инна, иди сюда скорее. Москва. Теперь я вам откровенно скажу, что я, конечно, жалею, что я там не осталась. Извините меня за такой ответ. Хай, как кажуть, вовка не корми, а вовку лес двигаться. Хай мне там, я не буду, каза, что мне там погано было. Я там не голодна была. А до дому и поездок не закрепится больше. По войне полонене вязни концтаборев та астрабайтери поверталися додому. Вони, навіть гадки не мали, что с немецкой неволей, потраплять в радянскую. И когда я попал на Рыськ, первую ночь приехал, солнце вот так поднимается, вот так идет, 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 идет. Потом вот так по горизонту метра полтора вот так проходит, проходит, потом опять поднимается. Это так три месяца летних. Я просидел у окна целую ночь. Впечатление такое было, что я попал в другой мир совершенно. Но там меня спас театр, я работал в КВО, культурно-воспитательный отдел лагеря. Я пел там янко, в это самое... Вообще, по себе было же. За час окупації в Украине знищено майже 5,5 млн цивильного населення та військовополонених. А ті, кого почастило врятуватись, виправдовувалось все життя. Лише за Горбачевською перебудовою, за собистих справ громадян СРСР, вилучили принизливу графу. Чи перебували ви, або ваши батьки, на окупованні територией. КОНЕЦ КОНЕЦ